Сохранять спокойствие и быть бдительными. Информационно-психологические атаки на учеников и родителей стали поводом для срочного заседания Регионального Совета Безопасности. Представители правоохранительных структур, Минпросвещения и других отраслей отчитались губернатору о своей работе. Нам стало поступать очень много вопросов, сообщений от жителей области, от родителей. Естественно, все опасаются своих детей. Поэтому в течение дня мы довольно-таки большую работу провели по блокированию этих аккаунтов. Но, тем не менее, видимо, там такая бригада хакеров серьезно работает. Они тут же зеркалили, новые открывали и так практически в течение всего дня. Всего нашлось 10 информационных ресурсов, которые создали злоумышленники, где выложили сообщения о готовящихся терактах в шести школах областного центра. Все они были оперативно заблокированы. Отслеживание и блокировка вредоносных ресурсов и групп продолжается. На заседании отметили, что подобные сообщения поступали и в другие регионы страны. С коллегами из федеральных и региональных ведомств выработали ряд решений по повышению безопасности. Напомним, что до 2025 года в регионе идет реализация программы по антитеррористической защищенности. За это время во всех школах должны стоять ограждения, тревожные кнопки и рамки системы контроля. На это выделено 370 миллионов рублей. На следующий год в список вошли 214 объектов сферы образования. На следующий год те образовательные организации, которые вошли в программу, разрабатывают проектно-сметную документацию. Часть уже выходит в конце года на торги, чтобы на следующий год уже понимать, кто вышел в подрядчик и проводить работы, не терять время. Тем временем жителям Ульяновской области посоветовали сохранять спокойствие и соблюдать элементарные меры безопасности. В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования усилен контроль пропускного режима. Также в некоторых организациях увеличено количество дежурного персонала на входной группе. Начальнику городского управления образования Светлане Куликовой поручено предоставить полную информацию о посещаемости детей и причинах их неявки на занятия. Анна Тищенко, Управда ТВ.